Ну, заключенные есть разного уровня, так сказать. Есть экономические заключенные, есть политические заключенные, а есть заключенные, потому что маньяки, убийцы и просто последние скоты, и рецидивисты и так далее. Поэтому тут надо решать, чьи интересы мы хотим соблюдать. Если мы все-таки страна, которая борется за какие-то экономические и политические законы, должны мнение этих людей учитывать, раз они сидят по каким-то, скажем, правонарушениям. Но они имеют высокое IQ, имеют высокое образование. Просто, ну, как говорится, знаете, раньше в тюрьму сажали и тех, кто просто, ну, даже тех самых хакеров, которые, извините, умнее всех нас будут взятых. И сейчас их сажают в том числе. Или сажали за то, что человек был политический, за то, что слишком умный, понимаете? Поэтому человек умный, почему бы не спросить у него мнение? А всех остальных, ну, конечно, не хочется делить людей на дураков и умных, но я вообще считаю, что прежде чем идти на какое-то голосование, я лично бы какого-то делала тест для любого жителя, проверять его вообще, психологическое какое-то его состояние. Ну, конечно, уровень IQ брать не будем, хотя бы элементарные вопросы, ну, вплоть до даже таблицы умножения. Если человек хотя бы может ответить на какие-то элементарные вопросы, значит, он может бы допускаться выбором. Остальные просто люди, которые вообще не знают ни русского языка, не знают элементарных там пифагора, ну, просто тогда, пожалуйста, все, до свидания. Ну, что вы здесь хотите делать? Еще голосовать за какие-то, извините, прислушиваться к каким-то идиотским совершенно советам. И у нас и так такая каша, я считаю.